Экономическая ситуация в России на сегодняшний день выровнялась и население, я так понимаю, оно определенно привыкло к тому, что состояние ухудшилось, но это привыкание не вызывает резкого отторжения. Более того, мое ощущение, что у людей есть одно желание, не было бы хуже. Вот если в этом году, по итогам года, удастся сохранить доходность лень на прежнем уровне, если удастся прекратить экономический спад, я думаю, это удастся. Я не верю в двухпроцентный рост, но то, что спад прекратится, я думаю, это вполне вероятно. Вот если эти результаты будут достигнуты, то я думаю, что никаких возмущений не будет. Путину для блестящих выигрыш на выборах достаточно только того, чтобы ситуация не ухудшалась. Поэтому мне кажется, что пока ждать какой-то очень сильного экономического эха на протестные движения я бы не стал. Но дело в том, что, понимаете, власть, она настолько неквалифицированная, обнаглевшая и тупая, что даже эта ситуация может быть легко испорчена. Понимаете, еще раз повторю, протест в России всегда имел и будет иметь персонифицированный характер. То есть, да, ситуация может даже улучшаться, экономика может расти. Но если мы снова увидим какого-нибудь там генпрокурора, обросшего бизнесом друзей с НОИ, и если это выйдет более активно, а сейчас это может повторяться, сейчас Навальный может в плане вытащить после такого успеха прежние свои доклады, обратить внимание на то, что ничего не поменялось. Вот такого рода вещи, они дискредитируют власть ужасно даже в условиях экономического роста. И диалог сейчас, и дискурс, будет идти не в плане роста, не в плане того, прибавилось ли пенсии на 3% или на 6%. Он будет идти в том, что у вас она прибавилась на 6%, а у товарища министра такого-то она прибавилась на 800%. И при этом еще он оброс там яхтами, дворцами. Вот этот момент, он будет, население, вызывать раздражение, постоянно увеличивающееся.